Многие меня не поняли вчера в ролике о том, что украинцы написали петицию, она собрала уже больше 50 тысяч голосов, и в основном комментарии были возмущенные о том, что я приводил пример о строительстве немецкого автобана. Вот мне придется пояснить, что я имел в виду. Дело не в том, что у вас плохие дороги и что они, естественно, были построены не при Зеленском. Дело в том, что господин Зеленский не понимает, в какой стране он живет. То, что он там на сцене попытался построить план новых васюков с дронами, с решением проблем прямо через интернет, с Илоном Маском в качестве инновационного министра и так далее, я пытался объяснить, что это самая настоящая лапша на уши, потому что этот конкретно президент живет в отрыве от своей страны. Он просто не понимает, в какой стране он живет. Прежде чем мечтать о дронах, хотелось бы, чтобы он начал мечтать об одной приличной ветке национального автобана. И прежде чем говорить о создании инфраструктуры для электромобилей, ребята, необходимо по всей стране построить национальный автобан. А этот проект на примере строительства немецких автобанов на ближайшие 25-30 лет по меркам такого государства, как Украина, я имею в виду государство, где не так много денег и много долгов. А вообще, господа, интересные времена наступили. Вот сегодня открываю новостную ленту и прямо не могу остановиться, меня распирает смех. Я все время думал, как, как начнется этот процесс, как русские начнут возвращать Украину или украинцы сами добровольно пойдут на сближение с Россией. И вот он, этот процесс происходит на моих собственных глазах. Я думаю, интересно, как быстро настанет момент, когда и Майдан назовут ошибкой. Ну вот, например, сегодня, читаем, глава украинского генштаба заявил, что был в шоке от поездки в Крым. Оказывается, Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года. Такое заявление в интервью «Униан» сделал новый начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Тот самый, который бросил солдат в Лавайске. Так вот сейчас, буквально через два дня после своего назначения, он посылает месседж украинскому народу, дескать, ребята, но вы же сами виноваты, вы что хотели? Я вот был в Крыму, и там видел только русские товары, русскую водку и людей, говорящих по-русски, и, конечно же, вернулись они в родную гавань. Чего вы хотели? Главнокомандующий вооруженными силами Украины заявляет, что Крым потерян был до 2014 года, я оцениваю это как прямое предательство. Господин Хомчак, бросивший своих солдат в Лавайске, теперь собирается бросить все вооруженные силы Украины. Вернее, создать такую обстановку, когда вы будете понимать, что воевать бесполезно. За что воевать? Русские получили всего лишь свое, то, что им и так принадлежало. Открываем другую новость. Сегодня же представитель Зеленского признал невозможность отказа от торговли с Россией. Я начинаю понимать, что три года, видимо, прошли зря в моей жизни. В последние годы я и подобные мне каналы рассказывали о прелестях русского мира, о том, что из себя представляет Россия. Но, видимо, мы все плохо работали. Итак, что заявляет представитель Зеленского господин Андрей Герус? Он признает, что в данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией. Чи может позволить себе Украина сейчас остановить все экономические отношения с Россией? Я думаю, что не может. И на сегодняшний день таки отношения не есть. И когда мы действуем, когда мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны думать, что не выстрелим мы себе в ногу. Есть такие выстрелы. Поэтому сегодня некоторые товары из Украины идут в Россию. Это хорошо, потому что Украина получает экспортную валютную выручку. И я за то, чтобы украинские товары продавались в том числе и в Россию, и россияне нехай нам платят гроши. Это для нас плюс. Это делает нас сильнейшими и нашу экономику сильнейшую. И есть определенные галузи, где, особенно энергетика, энергоноси, уже про это сгадывали, где действительно большая доля поставок из России. И больше того, даже если мы, например, нафтопродукты берем из Белоруссии, или из Прибалтики, или из Польши, то все равно цели нафтопродукты вырублены из российской нафты. Мы живем в глобальном свете, и одночасно экономические отношения нереально и неможливо. Спасибо. Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу. Да, наверное, вообще-то я думаю, об этом можно было начать думать, ну, например, сразу после Майдана в 2015 году. Зачем вообще было воевать с Россией? Ведь это же прямое членовредительство. Торговля с Россией продолжается, она будет увеличиваться, потому что торговля с Россией делает Украину сильнее, ребята. Кроме того, существуют отрасли экономики, такие как энергетика, в которых процент поставок из России особенно велик, добавил представитель президента. Более того, говорит господин Герус, нефтепродукты, которые мы покупаем из Белоруссии, Прибалтики и даже из Польши, все равно это продукты, изготовленные из российской нефти. Может быть, вам, ну, вот просто благодарственное письмо в сторону России написать? Ну, Россия-матушка кормит всех, так сказать. Мы живем в глобальном мире, продолжает он, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно. Это мне напомнило мой собственный ролик, когда Айдер Муждабаев с обидой почти прямым текстом говорил, что немцы предатели, что они предают украинские интересы. Им нужно не просто отказаться от газа из России, но и им вообще не мешало бы просто войну России объявить. Они немцы, предатели. Украинские интересы никак защищать не хотят. И тогда в том ролике я спросил Муждабаева, а вы уверены, что следующий президент не пойдет на сближение с Россией? И вы понимаете, что вы требуете от Европы? Вы требуете, чтобы немцы чуть ли не войну России объявляли, а сами наращиваете торговлю? И, естественно, ответа не было, как и не может быть в этом случае ответа. Ответ вот сейчас от представителей господина президента, нового президента Факинг-Зеленского, которые объявляют, что не только невозможно прекращение экономических связей или уменьшение их, необходимо наращивание, потому что это делает Украину сильнее. Также отмечается, что Москва ввела экономические ограничения исключительно как ответ на запретные санкции со стороны Украины. Москва вообще ни при чем. Президент Владимир Путин отмечает, что несмотря на усилия киевских властей, торговый оборот между странами растет. Сейчас мы наблюдаем рождение новой старой Украины, то есть той Украины, которая была еще сформирована при Януковиче. Здесь очень полезно зачитать интереснейшую статью Ларисы Волошиной. Она пишет. Начнем с главного. Буйство демократии теперь понимается как отсутствие правящего класса. Совсем. В принципе, все мы президенты, как сказал Зеленский, теперь каждый будет иметь право проголосовать смайликами в чате за разрушение государства. Выступление президента Зеленского на i-форуме было настолько соблазнительным и инновационным, что многие проглотили содержащийся в нем посыл без малейшего интеллектуального сопротивления. Зеленский обещал страну в смартфоне. Говорил, что Украина, его мечты – это страна, которая обходится без парламента и чиновников, что каждый гражданин должен иметь возможность внести правки в применяемые законы. Любые возражения, что в таком случае можно будет попрощаться с законодательством, как с явлением навсегда, тут бессмысленны. Сторонники президента тут же шельмуют их, как архаичные, несовершенные. Примечательно, что в зале, набитом неглупыми людьми, не нашлось никого, кто бы попытался возразить, что онлайн-голосование на закон про, например, национальную безопасность или на закон об образовании невозможен. Слишком много букв. Большинство обывателей просто не в состоянии не то, чтобы понять что-то об этом, они не в состоянии прочитать документ. Не было ни единой креативной души, которая бы сказала, что каждая запятая в законах, каждый параграф, каждое слово – это механизм реализации. Аплодируя словам президента, люди подспудно соглашались с тем, чтобы законы в Украине имели не более 500 знаков и звучали приблизительно так «Круто, чувак! Верю Вове! Зачетный чел!» И чтобы обязательно прилагалась фоточка и видосик, подробно объясняющий, как в реальной жизни скрестить корову с циркулем. За очаровательным выступлением гроссмейстера Зеленского о перспективах развития Нью Васиков было принято послание о том, что президент Украины хочет построить такую государственную систему, где украинцам придется писать законы самим себе в режиме базара. Многие уже посмеялись над великобританцами, сравнив Зеленского с генератором Перлов Виктором Януковичем. А зря, друзья! Девственные знания об устройстве мира у них очень похожи. Вот только Янукович всегда понимал, где его интерес. Его можно было просчитать. А глупостями он сыпал просто потому, что не видел необходимости ради какого-то там народа Украины вникать в умности. Богатство внутреннего мира Януковича было сконцентрировано в условном золотом батоне. Тут же история совсем другая. Когда Зеленский предлагает нестандартное решение, мол, нет дорог, строим больше площадок для дронов и беспилотников, он ведь не шутит, друзья. Все это напоминает известный совет французской королеве голодающим парижанам за неимением хлеба ешьте пирожные. Это полная оторванность от реальности. Социальные сети, комментируя речь президента, задышали восторгами. Так, будто у каждого украинца уже есть свой дрон и беспилотник, и теперь единственная проблема найти место, где его припарковать. По сравнению с инновационными прорывами, которые запустил в народ президент Зеленский, три удара в живот, которыми его охрана одарила социального корреспондента интернет-издания Лига Юрия Смирнова, привлекли в разы меньше внимания общественности. А после дававшие за этим заверения, что, мол, не хотели, случайно получилось, окончательно успокоили журналистский цех. Ну еще бы, какое же это препятствование в работе и нападении на представителя СМИ. Когда глава администрации президента гибридно недолюстрированного Андрея Богдана предлагал вынести на референдум мирные договоренности с Россией, это звучало угрожающе. Многие увидели в его словах попытку избежать ответственности, переложив вину за уже запланированное сближение с агрессором на плечи народа, дескать, сами решили. Вчера президент Зеленский поспешил успокоить ухраинцев. Референдум будет, но он будет носить не законодательный, а ознакомительный характер. И тут же активные граждане излились предложениями назвать его не референдум, а опрос. Теперь осталось только спросить главу президентской администрации, что он думает об этом кардинальном переименовании. Вот так и заживем. Новых и чудных открытий вчера было много. Например, заявление о том, что пока Конституционный суд не подтвердит конституционность закона о иллюстрации, президент не обязан его выполнять. Это чудесно. Можно быть уверенными, что группа заинтересованных лиц уже готовится взять эту логику на вооружение. Ждем новых смелых заявлений о неконституционности, запрета на воровство, убийства и совершения действий, угрожающих территориальной целостности страны. Еще из прекрасного реакция на петицию про отставку президента, которая набрала необходимое число голосов в рекордные сроки. Она была названа несерьезной, а значит необязательной к исполнению. На форуме президент Зеленский рассказал, что страна будущего та, которая в смартфоне дает возможность каждому гражданину не только внести правки в закон, но и подписать петицию. Вот только он забыл уточнить, что президент оставляет за собой право ничего не делать в ответ на народную инициативу, но ведь петиция дело несерьезное. Предлагаю срочно проголосовать смартфонами, что он обязан хотя бы посмеяться над теми, кто подписывал эту петицию. Пусть хоть скетч прочтет или музыкальный номер исполнит все-таки 50 тысяч, но нельзя же, чтобы совсем без реакции, не по-модному как-то. Хотим мы этого или нет, приправленное современными технологиями ахлократия выглядит чудовищно только в глазах тех, кто привык нести ответственность за принятые решения. В одном из эпизодов «Звездного пути» экипаж звездолета попадает на планету, где люди осуждают друг друга на смерть интернет-голосованием. Если вы не улыбаетесь, если не славите общественный строй, если нагрубили продавцу, любой может поставить вам дизлайк, когда их набирается определенное количество, вы идете в суд. И если зрители не поставят вам нужное количество лайков и не перекроют таким образом вашу задолженность перед обществом, вас просто казнят. И даже не надо быть преступником, чтобы стать потенциальным смертником. Суд тоже происходит в прямом эфире, в виде шоу. Ведущие задают провинившемуся каверзные вопросы, публика хлопает, он оправдывается, старается очаровывать зрителей, а в перерывах крутится реклама новых товаров, даются анонсы новых судов. Жители планеты уверены, что они довели демократию до совершенства. Я все чаще вспоминаю этот эпизод. Когда твоей стране предлагают самоликвидироваться, а страна похожа не против, сложно оставаться в стороне. Мы все рано или поздно окажемся втянутыми в интернет-склоки. Власть, реализуемая поднятым вверх или опущенным вниз пальцем, это способ спрятаться в толпе. Нас превращают в толпу господа. Это и есть новая Украина в смартфоне. Нравится? Лайкайте. Нет? Дизлайкайте. Вы имеете право на свое ничего не значащее мнение. Вот такая великолепная статья Ларисы Волошиной. Я извиняюсь, что ролик получился длинным и еще раз извиняюсь перед теми украинцами, перед теми 25% которые все понимают, перед теми кто сейчас видит, что происходит и у них болит душа. Господа, это не то, чтобы я пытаюсь ковырять ваши раны. Об этом нужно говорить для того, чтобы подписывающих подобную петицию было не 50, а 250 для того, чтобы люди поняли, что их обманули и для того, чтобы они увидели, в каком направлении разворачивается страна, разворачивается стремительно и вы каждый день будете наблюдать новости типа тех, которые я прочитал, дескать, и торговать с Россией нужно, иначе страна будет слабая, да и Крым потеряли вы по делу. Вот, чтобы для людей наконец начало доходить, мне, видимо, придется все время возвращаться к подобным темам. Я не считаю, что я эти три года провел зря, хотя пытался пошутить на эту тему. В отличие от многих украинцев, я своей позиции не изменил, и не считаю, что три года я говорил какие-то вещи, о которых теперь пожалею, наоборот. Я считаю, что нужно говорить об этом и дальше, для того, чтобы Украина пришла в себя.